Среду Вологодская область встретила с ужесточением ограничительных мер. В торговых центрах перестали работать фудкорты и детские игровые комнаты. Посещаемость спортивных событий и концертов снижена до 50% зрителей в зале. Интересно, что сегодня в Череповец приехал Сергей Безруков. И как нам по телефону рассказал директор Дворца Металургов, нарушений на спектакли по наполняемости быть не должно, так как билетов на концерты продано немного. С наступлением лета посещаемость концерта всегда снижается, отмечает арт-директор Череповецкого бара Анастасия Коваленко. Хотя афиша заведения уже вся расписана до конца августа. Очередным ограничением сотрудники общепита огорчены, но были к ним готовы. 2020 год закалил рестораторов. Мы организовали доставку, доставку наших блюд. У нас были онлайн-концерты. Вся концертная деятельность, она безусловно будет продолжаться, но, само собой, со всеми ограничениями, с наполняемостью зала. Мы, в принципе, подготовлены. Концерты у нас стабильно заканчиваются к полуночи. Мы успеваем в любом случае караоке попеть. И, в принципе, мы готовы к бою. Еще одно ограничение, которое повлияет на работу бара – запрет работы общепита с полуночи до 6 утра. Из-за этого на входе сотрудникам пришлось маркером под надписью «Круглосуточно» приписать до 24 часов. Конечно, это принесет убытки, говорят предприниматели. У российских рестораторов появилась даже горькая шутка, что вирус особенно опасен после полуночи. Однако, по решению властей, только такие меры смогут снова снизить рост распространения ковида. Москва и Питер, они уже ввели ограничения. У нас город не очень большой, тоже я считаю. И дети сейчас в городе, многие сдают сессии, экзамены, что обязательно надо принимать меры. В декрете сижу, мало посещаю общественные места, поэтому не знаю, не могу сказать, насколько это будет эффективно. И в автобусах тоже не езжу, у нас личный транспорт есть. Действенная мера, я считаю, что это прививаться необходимо. И сдавать анализы, вот на Северстале знаю, что идет программа, сдают анализы на антитела. То есть, если организм подготовлен, он вынесет, а если нет, то необходимо, конечно, прививаться. Руководителям организаций власти посоветовали перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. А пожилым людям и волокжанам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости самоизоляции. Те меры, которые и действующие меры, и дополнительные меры ограничительные, которые я сейчас озвучил, они направлены на сдерживание роста заболеваемости. Если мы говорим о том, что нам нужно ее снижать, о том, что нам нужно уходить от ограничительных мер, а не наращивать их, безусловно, приоритетным мероприятием и единственным эффективным мероприятием для достижения этих двух последних целей является вакцинация. Напомним, режим повышенной готовности в Вологодской области до сих пор действует. Он продлен до 30 июня. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости.